В этом видео мы рассмотрим вариант подключения Xprinter 365B на Mac и создание этикеток в бесплатном онлайн-сервисе. Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы будем подключать Xprinter 365 к Macbook. Вернее, не к Macbook, а к MacOS. Использовать будем последнюю версию MacOS. На данный момент это у нас MacOS Monterey версия 12.6.2. Если у вас другая версия, то процесс установки может немножечко отличаться от того, что будет на видео. Если у вас не получилось настроить, вы можете обратиться в нашу службу поддержки за платной настройкой. Мы к вам подключиться и настроим вам все, что нужно. Итак, первым делом, что нам нужно, это скачать драйвер. И если вам нужна программа, то скачать еще программу. Скачать вы их можете на нашем сайте xprinter.dv.ru в разделе поддержка. Либо на других площадках, тут уже не важно, где вы будете скачивать. Итак, по умолчанию нам не даст запустить файлы с целях безопасности. Однако на сайте Apple написано, что если вы хотите запустить файлы, которые не скачаны в официальном магазине, вам нужно нажать клавишу control, открыть через finger, control, удерживая открыть и тогда он разрешит открыть. Открываем, нажмем продолжить, установить. Здесь требует пароль от компьютера, вводим пароль от компьютера. Все, установка пакета завершена. Убираем его в корзину, загрузки пока что сворачиваем. Так, сейчас я установлю этикетки в принтер и продолжим несколько слов по установке ленты. Лента должна зайти под датчик этикетки и, с другой стороны, зафиксировано быть вторым фиксатором. При этом, чтобы лента свободно двигалась и не зажевывалась. Так, включаем принтер. Происходит автоматическая калибровка. Если у вас не происходит эта калибровка, возможно, у вас принтер находится в режиме печати чеков и тогда его нужно с помощью кнопочки пауза и включения зажатой кнопочки паузы перевести его в режим label, в режим этикеток. Когда он в режиме этикеток, после включения он должен остановиться ровно на отрыве между этикетками. Итак, продолжаем. Заходим в настройки установка принтеров и жмем тут добавить. Он нам определяет, что 365-я модель. Но так как 365-я модель официально на маке не поддерживается, единственный способ установить ее, это указать драйвер от другой модели. например, от 420. С одной стороны, это позволяет использовать не поддерживаю модель на маке, с другой стороны, некоторые трудности будут с печатью. Из известных проблем, это из-за того, что скорость печати у 420 и 365 разная, то этикетка нагревается намного сильнее. С одной стороны, это изображение получается более черное, а с другой стороны, зачастую на некоторых этикетках происходит перегрев и изображение начинает немножко расплываться. Особенно это актуально именно на самих штрих-кодах, где тонкие полоски могут немножечко расплываться и из-за этого качество печати может быть не очень хорошим, особенно это на маленьких этикетках. Но, тем не менее, продолжим. 420 модель, кстати, она поддерживается и если вы покупаете для мака, то рассмотрите именно что-то из этого списка. 420, 460. Вот эти наиболее две популярные модели, которые на маке поддерживаются. Так, выбрали драйвер от 420, нажимаем добавить. Здесь выбираем, что мы измеряем в миллиметрах. Все, принтер у нас добавлен. Он будет писать здесь, что это 420, но это нам не помешает. Теперь нам нужно добавить размер бумаги к принтеру. По умолчанию здесь будут А4 и какие-то еще в дюймах. Вот тут нажимаем на печать какого-нибудь PDF файла и здесь у нас будет работа с бумагой и задать размер. Возможно, это можно как-то по-другому зайти и задать, но я только такой способ пока что нашел. Нажимаем здесь добавить. Пишем название этикетки. Вот у нас 58 на 40 будет. Здесь пишем 58, здесь пишем 40. Соответственно, все поля у нас будут по нулям. Можно добавить сразу и другие размеры. Например, 75 на 120, если вы будете печатать для озона. Соответственно, здесь ширина 75, высота 120 и поля опять по нулям. Так, 58 на 40. Жмем на печатать. Вот так вот он распечатал не на весь лист, чтобы он на весь лист распечатал. Нажимаем напечатать. Выбираем 75 на 120 и здесь работа с бумагой под размер этикетки. Так, заполнить полностью. Ставим. Когда мы поставили заполнить полностью, тогда он у нас на всю страничку распечатался. Можно в свойствах принтера поставить бумагу по умолчанию. Тут стоит А4. Чтобы каждый раз не переключать, поставим, что формат бумаги по умолчанию 58 на 40. По поводу создания своих этикеток на Macbook, на Mac OS в целом. Приложение как такового с принтером не идет для создания этикеток. Поэтому на Mac проще всего воспользоваться онлайн сервисами, которых сейчас достаточно много. Вот, к примеру, я нашел один из них. Называется VB.con. Здесь можно создавать этикетки. Причем здесь можно их даже не штучно создавать, а добавлять таблицу, указывать свои штрих-коды, артикулы и так далее. Тут также есть генератор QR-кода для Valberis, универсальный генератор QR-кодов. Ну, мы сейчас рассмотрим создание обычных этикеток для какого-то своего товара. Вот здесь вот я заполнил табличку на 4 товара. Этих у нас будет 2 количества. 1, 3. Этих будет 2. Это термометры у нас с различным размером длины. Вот здесь вот есть колонка размера. Это я указал цвет, артикул, штрих-код, название товара и наименование продавца. Вот где наименование продавца. Мы сейчас здесь напишем, что у нас exprinter.dv.ru Так, значит, тип штрих-кода. Здесь есть вариант ELAN-13, код 128. Код 128 вы можете использовать любые символы. Если выбираете ELAN-13, то там должна быть определенная последовательность цифр. Так, у нас термоэтикетка 58 на 40. Тут можно менять различные параметры, которые будут размещаться на этикетке, отступы и так далее. Нажимаем получить наклейки. Слывающее окно заблокировано. Нажимаем вот здесь вот, чтобы его разблокировать. Вот он нам высветил все те этикеточки, которые мы у него запросили. Открывается в просмотре. Нажимаем напечатать. Здесь формат бумаги. Возможно, у вас по умолчанию будет стоять А4. Нужно нажать, задать размер. Здесь нажать кнопочку добавить. Поменять название, например, 58 на 30 у нас будет. Соответственно, здесь указать ширина 58, высота 30. Отступы сверху, снизу, справа, слева по нулям. Все, нажимаем ОК. Выбираем нужный нам размер бумаги. Заполнить полностью. И нажимаем напечатать. У нас получилось немножечко смещение в левую сторону. Сейчас попробуем отрегулировать это смещение в настройках. И для этикеток 58 на 40 делаем отступ с... Так, может быть, это у нас из-за того, что справа у нас отступ? Из-за этого так не получилось. Да. Это из-за того, что у нас справа стоял отступ. Из-за этого нам распечатало так неправильно. Так, значит, отступы убрали. Жмем еще раз напечатать. Все, теперь распечаталось то, что нам нужно. Таким образом можно генерировать свои этикетки на удобном для вас онлайн-сервисе. Мне вот этот вот показался достаточно удобным. Но я все не смотрел. Сейчас их очень много. Вы можете подобрать тот, который для вас будет более удобен. Ну, как вариант, на Маке можно создавать свои этикетки и печатать. Даже на принтере, который не поддерживает Мак. Если у вас не получилось настроить, вы можете обратиться в нашу службу поддержки за платной настройкой. Мы к вам подключимся и настроим вам все, что нужно. Спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если видео вам было полезно. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok